Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Опять то же самое, но мы там сваи забили, сваи что такое, это березовая, кленовая, 2 метра с 2,5 метра, кто-то помогал, шкурили, и мы после этого должны осмолить, забить, у нас кувалда есть, 11 килограмм с половиной, и сколько мы сделали, не 2 сваи, а 1200, 1200, в заготовке никто не помог, только шкуривать один раз пришли. Я вам рассказываю, для чего это, и мы за это ни копейки ведь не получаем, ну когда-то, надо же тронуться с места хотя бы, да, с сегодняшнего дня мы будем за этим смотреть. Говорю, что мы отремонтировали сейчас все, все 6 прудов, теперь об этом юноше, вот, почему он юноше называется, а не просто подошел один из них, он был неженатый. Юноша женатый не называется, а вот теперь прикинь это к себе, юноша готовится жениться, что ему надо, приготовить дом, а кто-то пришел бы и сказал, а ты наоборот продай, дом купленный, ты продай его, кто пойдет на это, ему где жить? Ему надо думать, дети будут, ему учиться надо, юношу этого легко осудить. А вина его в чем была? Что он решил больше сделать, чем предписывал закон. Больше, пожалуйста, не женись, не женись. Женатый заботится о чем? Как угодить? Жене. А в скобках напиши, никогда ей не угодишь. Не замужняя, что? Замужняя заботится, как угодить мужу в скобках, и никогда ему не угодишь. То пересолила, то не засолила. И вот теперь ты сам подумай, как ему было это юноше. Так проще всего. Да, я знаю проповеди, которые Василий Великий говорит об этом. Ян Затауст, он сам, прости за выражение, как говорится, напоролся на это. Я хочу выше взять, чем Бог говорит. Выше, вот, не женись. Имение, которое ты получил, ты ничего еще не заработал, ни тебе принадлежит. Никакого бизнеса тебе впереди не будет. Продай и своей рукой раздай, чтобы не говорил, что тебя отняли. И отошел с печалью. Его понять можно. Я прикидываю к себе, вроде ничего нет. А вот взять это, сейчас от тебя где сплю, отдай все, продай на улице окажись. Но тут надо сказать, что это имение было, не имение, не дом. Не квартира. И пошел он, отошел с печалью. Давайте мы попечалимся себе. Мы ведь хуже его. Мы даже ни разу не спросили, а что нам по теряйке делать, как спастись? Если закон наш не повелевает нам, есть растительное масло определенные дни, едят сплошь. Рыба запрещена, едят. Да ладно, еще хоть не до пьяна напиваются. А то и брашка загуляет. Я вам говорю о том, чтобы дальше было по-другому. Почему? Вы помните, мастер Маргарита, когда Валан сидит с Берлиозом, говорит о смерти? А то да, ну да, конечно. Смертные он. Смертные внезапно. Вот что главное. Сегодня тебе голову отрежут. Кто? Из-за границы? Никто. Комсомолка. Вы знаете, что было. Трамвай подскользнулся на масле Аннушки. Эта внезапность может постигнуть каждого из нас. И вы знаете, это уже было. Бог не смотрит на возраст и отзывает, чтобы потрясти нас, а мы еще хуже делаемся. Отец Саакин говорит, там у него были такие, сын запился и помер. Так она живет где-то, на Мансе там живет. На собаках едут 300 километров, на вертолете. И она из храма не вылазит. А у нас, если беда случилась, еще злее делается человек. В храм не ходят. Почему мы другие? Вот когда говорим о патриархе Алексея Первым, да он все продал там коммунистам. Не забывайте, патриарх Алексей Первый включил петь, запомните, петь всей церкви, всем храмам. Верую воедино Бога. Некоторые стоят, даже губы не шевелятся. Уже решено. Тебе это надо. Значит, не знаешь. Ни одной молитве губы не шевелятся. А этот стоит, поет. И это не все. Мы, если православные, значит, мы должны четко и ясно сказать. Я православный и веру православную несу. А если ты не исповедуешь, не несешь, Слово Божие. Евангелист Иоанн говорит, обольститель и антихрист. Окрестные деревни слышали, сколько от нас слышали? Сегодня что слышат? У всех машина, воскресенье. Воскресенье, ну, съездим на озеро, отдохнем. Почему не идете? Здесь живут старобрядцы, беспоповцы. Мы к ним ходили. Мы их не звали никуда. Направляли в Белокринецкую иерархию. Мы не знаем, кто пришел. Переломите обстановку. Потому что так долго не будет. Вы знаете, эфир буквально дрожит интернет. Что осенью начнется вторая эти ковиды. Там уже виллы наставлены. Не нами это занаряжено. 7 миллиардов утилизовать, столкнуть. Что успеем сделать сейчас? А что сделать? Ничего, что Бог допустит. Исполнится, что Бог назначил. Вот мы пришли, постояли. И что ты понес домой? Приходят, стоят. Дальше ничего нет. А вы знаете, у нас какие события? Следующую неделю свадьба. Андрей Головач и была здесь Дарья и Дианой по паспорту. Гладыщук. А у нее малых по миле. Мама ее приезжала в прошлом году. Принимала крещение. Елена. Ну, решили. Никто не запрещает. Ну, какие советы-то дают? С чем они будут? Они, ладно, хоть повенчаться здесь, там на улице где-то собраться. Я тут проехал, кто приготовляет. Ну, что можно. А не на самое маленькое, чтобы потом не осудили. Чтобы не осудили. Для этого. Дальше шестого свадьба. Пятнадцатого возвращается гость. Да неизвестно, покрестились люди, которые покрестились из России и едут. Есть, которые границы сумели пройти. Едут, чтобы поклониться тому месту, где Бог нашел их. Это живые люди. Живые. Они приезжают 15-16-го. Приезжает местный патриархийный архиерей, митрополит Сергий Иванников. Я сказал батюшке. Вот его нету, я говорю как бы поза глаза. Я говорил, батюшка, архиерей меня все время просит сказать проповедь. Ну вот, позвонил Игнатию, я ожидаю приходить. Я пришел в митрополию. Мы беседуем. Сейчас 9 минут. Я говорю час целый. Сорвал миндаль и назвал это миндальная повесть. Я говорю, владыка, я говорю, вы молчите. Ну хоть что-то скажите. Я одно только скажу, Игнатий, не умолкай. Ну что не умолкай? Я говорю, батюшка, мы можем поверить тому, что Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Подражайте мне, мы, ему, как он Христу. Это действительно? Ну да. Я хочу спросить архиерея. Это действительно? Да. Мы как встречаем архиерея? С растертыми объятиями. Как он выезжает? Давайте посмотрим 28 глав Деяния апостолов. Как встречали и как провожали? У нас похоже? Так это что, подражать во всем надо. Ни бороду не трогать, застегнись, пояс подтяни. Ты в армии если не был, то знай, как в хорошей армии служат. Всю войну прошли застегнутые и с поясом. Я говорю, как? Они падали на шею и вот целовали, преклонили колени, вместе помолились. Мы можем это сделать или нет? Я не прошу никакой реформы. Просто спросить. Мы приготовили палатки, постирали военные 2 на 2 метра. Мы можем ли склониться вместе и помолиться? Помолиться при расставании. Мы одно время решили так. Считаем 28 глав Деяния апостолов. По стихам сидят люди. Есть у нас? Нету. Есть у нас? Нету. 28 глав просчитали. Ничего у нас нету. Это новая религия, которой мы верим. Новая. Нам доставшееся в наследство. Мы идем с архиереем, у него рукава, как говорится, у цыганки платье. Я говорю, Владыка, а это откуда? Да все из Греции пришло. Греки нам это. А как они ходили? Ну, дальше понятно, что я ничего не прошу, не переделываю. Я не реформатор. Но хотя бы это мы можем показать людям, пример дать. Да, так вот прощались, до свидания, поручики там благословились, преклонили колено. Мы можем преклонить. Батюшка в алтаре поднимает руки. Вы видели, он поднимает руки? А почему мы стоим не поднимаем? Церковь поднимала все. И Павел об этом пишет. Хочу, чтобы на всяком месте мужи, на всяком месте, на улице, при расставании, в храме, поднимали руки без гнева и сомнения. Значит, мы все время под гневом живем, и под сомнением нас шатает. Это доказательство. Если я поднял руки, а почему ты поднимаешь? Так заповедано Павлом. Остальное все потом прикатит на нас. Без гнева и сомнения. Так это мужчина, говорится. Нет. Потому что обращение только к братьям. Когда говорится, братья, означает и сестры. А когда считаем житие святых Агафья, как молились? Лежа на земле крестообразно. Ну, конечно, не в пыли. Стоя поднимали руки. Стоя раскидывали руки крестообразно. Нет указания на то, когда поднимают руки, как их держать. Архиерей, он держит вот так руки. Отец Геннадий держит так. Я считаю, поднять надо в самую ввысь и держать именно вот так. Нигде в описании нет. Нигде ни у кого. Вам понятно, что я говорю? Чтобы у нас появилось желание, как бы тоска вернуться в те времена. Вот апостол вышел от нас, он вместе с архиереем. И его прихожане, тут же апостола Павла, они его целуют, становятся на колени. А мы нынешние потеряевские, там другие, встали и испуганно смотрим. Как же так? И он продолжил слово заполнить. Там Ефихи опрокинулся, упал. Ефихи на это только и вводят, чтобы упасть. Ну, сами знаете, так говорится Деяния апостолов. Он продолжил, о чем он рассказывал? Я рассказываю о быках, о коровах. Потому что остальное, мы на занятия их идем. Он говорил, сколько людей обратилось. Когда проповедовал, где были опасности, где их были. Где его за ноги вытащили, за город побито. Он живой встал и говорил, где он сумел изгнать демонов. И за что арестовали. И как стражник обратился с семьей и крестился. Возвращается у нас батюшка. Еще раз говорю, батюшки нет, я жалею. Но я неоднократно говорил, я перед ним на колени становился. Не езди батюшка, у него пружинка стоит в сердце-то. И опять один и тот же маршрут каждый год. Готовит к Ване, к Ивану, к Тулу. Готовит баночки, меду. Дальше монастыри. Где встречи эти? Ну покажите, где эти встречи. Кто обратился? Проповедь? Нет. Это каждый год. На Беларуси теперь он не проедет. Видимо закрытая там дорога-то. Ну а почему? Я говорю, батюшка, ну даже такое. Он позвонил, он теперь епископ Роман в Рубцовске. Там монастырь какой-то есть. Батюшка, ты попросись у него в монастырь-то. Он взял, батюшка, я не знаю, то ли шутка или как. Он говорит, пожалуйста, приезжай. Дальше. У католиков каждый священник в течение года один раз обязан явиться к своему митрополиту, там, к кардиналу. Я не могу сказать точно, неделю или две побыть в полном одиночестве. Задумайся, где ты идешь. Что ты посеял, что выросло, как дальше будет. В одиночестве. Я когда сидел один в камере, я об этом думал. Возьмел с собой поганое ведро и кирпич хлеба. Ведро воды. Получилось? Ничего не получилось. А приезжаешь, потому что со всех сторон работа. Я рассказываю вам не басни какие-то. Вот стоит у нас человек один. Вы его знаете, Игорь Александрович Барабаш. Вы по совести, Тоска, скажите. Вы каждую осень видели, как он косит хлеб, убирает. Вы хоть один раз воздохнули, заплакали о нем на веревочках, на разных проволочках. Я все время просил, Господи, дай ему хороший комбайн. Дай мне разбогатеть, Господи, хотя бы на одну неделю. И он это знает. Я говорил? Всегда говорил. И у нас в уставе написано, не барыть кредиты. Он нарушил устав, он пошел, но по-другому нельзя. Он виновен, но по-другому нельзя. И сейчас он в долгу. А почему? Должник делается рабом-заимодавца. В кредит. Комбайн только в чистом виде сразу пришлось отдать. 8 миллионов 200 тысяч. Не считай другие накладки. Правильно я говорю? Так, сейчас. Кто о нем заботится? Какое где-то сказать, богатые же люди есть. Ну, помогите. Я даю эту рекламу, объявление каждый день. Он написал, и Лена написала, наверное, все свои данные. 5 роликов, как они живут, там, на скотина, и как комбайн покупают. Люди видят это дело, но пока Бог не отвечает. Ну, есть там, в пенсии перечисляют 5 тысяч, мне сказали, на меня, которые люди посылали, что-то. Я говорю, туда, туда. Я бы, не знаю, что сделал, я не лгу вам скажу. Если бы сказали, с сегодняшнего дня домой уже не идешь. Тебя в рабы, и будешь там, ну, какой из меня работник? Ну, допустим, взяли бы для чего-то. Но только полностью вырвать его из этого плена. Пошел бы, пошел. Глаза не моргнул бы, пошел. Ну, и это, я никому не нужен. А был такой епископ Павлин. Мать подошла одна и говорит, сына, варвары захватили в плену, и такой требует выкуп. Он говорит, не мать, мать, ты не беспокойся. Он встал в ряд, где рабов продают. Один подошел. Ну, видимо, ему не 81 год был. Так, сколько? Он говорит, вот столько. В цену, которую требует. Она стоит рядом. А что ты умеешь делать? Он говорит, я садовник. Садовник, так мы ищем садовника. Никто не знает, что за этим будет. Он сразу же деньги передал матери. Она выкупила сына, он пошел в рабство, увезли. Работает, и все видят, работает. Когда он только спит. И молится. И хозяин говорит, ты непростой человек. Кто ты, расскажу, он говорит, епископ. Вот, я епископ. Но я Богу служу, и я должен заботиться о ближнем, как о самом себе. И обратился хозяин, и его все родство. Такая трогательная повесть. Кто из нас пойдет на это? Ну, мысленно хотя бы мысленно. Я говорю про брата. Мы сегодня здесь живем. Вот на этой, я говорю, неделе мы занимались прудами. А ведь это не только упавший крест. Может, и крест это знамение. Что уже давно свалила его ненастья какая. Что можно сделать? Соберитесь на занятиях или где-то. И скажите, что мы можем для брата? Я конкретно говорю. Где ты выступаешь? Что там в интернете есть? Господи, давайте усилим молитву. Господи, пошли добрых людей, богатеньких. Вырвать его из плена. Его нужда загнала туда. Нынче и хлеб вроде хороший, если бог даст. С горохом вроде бы поправились. Вам понятно, что я говорю не языком это. Я говорю то, что у меня намного глубже здесь. Я не успокоюсь, пока ты из плена не выйдешь. А мне говорят, комбайн купили. Все, твоя мечта исполнится, сможешь помирать. Я говорю, не могу. Он в плену. Мне надо вырвать его оттуда. Вот такие наши дела. Вопросы. Все. С Богом. Хоронить тебя Господь и Матерь. Спасибо.